МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Екатерина Анатольевна, добрый день, спасибо, что нашли время для нас. День добрый, здравствуйте. В этом году состав участников форума существенно изменился. Как вы оцениваете это изменение в целом для Российской Федерации? Насколько я понимаю, речь идет о том, что страновой состав участников несколько изменился. Мы действительно сейчас немного переориентировались в поиске и в привлечении иностранных инвесторов на страны. Ну, это Индия, это Турция, это Китай. У нас на стенде, сегодня на форуме пройдут важные переговоры и подписания, пока не буду озвучивать название компаний из этих стран. Традиционно все остальные иностранные компании, которые готовы работать и продолжать свой бизнес в Российской Федерации, естественно, тоже являются нашими потенциальными инвесторами. Ну и важный фокус для нас сейчас это проекты импортозамещения. Это проекты российских компаний, наших отечественных производителей. То есть не столько на восток, сколько на себя. Сколько все-таки на себя. И мы сейчас наблюдаем большое количество компаний из России, из других регионов, которые готовы приходить к нам в Московскую область. Вот опять же на полях форума у нас будут переговоры с компаниями Челябинска, Омска и некоторых других регионов страны, которые понимают, что готовы расширяться и видят для себя Подмосковье такой знаковой, важной площадкой, где бы они хотели построить новые свои заводы. У нас сейчас в Пайплайне 120 проектов импортозамещения. Если все они будут успешно реализованы, это 14 тысяч новых рабочих мест и около 90 миллиардов рублей инвестиций. И это проекты совершенно из разных сфер. Это и машиностроение, станкостроение, химическая, пищевая, фармацевтическая промышленность и сельское хозяйство. И мы разработали такой некий набор, пять простых шагов, как помочь реализовать быстрее проект импортозамещения. Это прежде всего меры финансовые и меры такого имущественного характера. Мы предоставляем, например, землю за 1 рубль. То есть, если вы готовы строить завод Московской области, приходите, мы готовы вам будем предоставить земельный участок в аренду на 3 года за 1 рубль. А после этого вы сможете его выкупить за 15% от кадастровой стоимости, что недорого. Это как раз новая возможность. Это новая возможность. У нас сейчас порядка 250 таких участков размещено в открытом прям доступе на нашем инвестиционном портале investemo.ru. Туда каждому предлагают зайти, посмотреть. Получить земельный участок можно будет в течение 20 дней. И вот на сегодня у нас уже 10 участков передано компаниям, собственникам, подписаны договоры. И начали реализовывать свои проекты по импортозамещению. Это первый блок. Второй блок – это финансовые меры поддержки. И здесь мы очень активно используем возможности и федеральных институтов развития. Мы очень тесно сотрудничаем с Фондом развития промышленности Российской Федерации, с корпорацией МСП Российской Федерации. Ну и свои, естественно, меры тоже делаем и придумываем. Например, мы субсидируем часть процентной ставки по кредиту. Если вы у нас в Московской области реализуете проекты импортозамещения, то вот у нас уже сейчас заключены договоры с 13 крупнейшими банками нашей страны. Ничего не нужно, нужно просто прийти в банк, сказать, что вот мы хотим реализовывать этот проект в Московской области. И вы сразу платите банку пониженную процентную ставку. Это 4% годовых для компаний среднего и 5,5% годовых для компаний малого бизнеса. А Московская область за предприятие, ну скажем так, уплачивает недостающую часть процентов. И предприниматель сразу или предприятие сразу платит уже пониженную процентную ставку за свой кредит. И это предоставление, ну скажем так, любой поддержки с точки зрения строительства, когда мы сопровождаем инвестора от проекта до завода. Какие отрасли, может быть, уже стали менее зависимы от импорта? За короткий период эта зависимость так быстро не будет преодолена. Но что мы сейчас делаем, о чем я говорю, в каких в основном отраслях у нас вот эти проекты импортозамещения. Это машиностроение, это, например, производство грузовой техники, Это пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность. У нас, например, есть проекты по косметическим препаратам. Еще один важный блок – это продовольственная безопасность. У нас сейчас реализуются несколько крупных проектов. Например, мы строим совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в Сергиево-Посаде репродуктор инкубационного яйца. У нас есть несколько проектов по развитию семеноводчества нашего отечественного. Два проекта – Август, Щелково, Аграхим. Коллеги занимаются производством средств защиты растений, гербицидов. Все это было импортируемо. И сейчас нам очень важно максимально быстро эти проекты реализовать. Многие зарубежные компании ушли с российского рынка, закрыв свои производства. Рассматривается ли возможность передачи их активов в области? Ну да, у нас 4 компании, которые уже сейчас перешли в собственность либо инвесторов из России, ну это всем известная компания «Макдоналдс». Говорю у нас, но она в целом в стране работает. Открылась, произведен эрбрендинг, компания «Оби». Компания «Валю» ее купила подмосковная, группа компании «Велком». И небольшое производство «Стора Энса» – это картон, упаковка. Его приобрел, значит, менеджмент этой компании. То есть вот пока у нас 4 кейса, они все завершены, значит, успешной передачей новому собственнику. А какую долю в экономике Подмосковья занимали иностранные инвестиции? Если говорить в целом о побъеме инвестиций в основной капитал в новые производства в Подмосковье, то это каждый год, вот на протяжении уже последних трех лет, более одного триллиона рублей. Вот прошлый год мы закончили, несмотря на пандемию, несмотря на постпандемийный год, триллион 144 миллиарда. И мы держим эту планку несколько лет, и этот объем не снижается. Вот если говорить об иностранцах, то, ну вот, например, в прошлом году это был 61 инвестиционный проект, объем инвестиций порядка 50 миллиардов рублей. Много это или мало? По сравнению с триллионом – это немного. Но, конечно, это все-таки были достаточно прогрессивные проекты, да, это эффективные, высокоэффективные компании с современными технологиями, с высокооплачиваемыми рабочими местами. Но это не триллион. Какие меры поддержки сегодня Московская область и ваше министерство предлагает тем предприятиям, которые пытаются работать в новых условиях? Ну, это традиционный пакет налоговых стимулов и налоговых льгот. Вы знаете, что у нас работают пять особых экономических зон. Это, соответственно, статус резидента ОС. Это налоговый проект, региональный инвестпроект, льгота по налогу на прибыль, по налогу на имущество. Мы в этом году снизили планку по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний. Это набор финансовых мер поддержки. О некоторых я уже рассказала. Это и субсидирование части процентной ставки по кредиту, и льготные займы нашего фонда развития промышленности. Минимальная ставка 0,5% годовых. Это кредиты нашего микрофинансового фонда поддержки МСП, гарантийного фонда поддержки МСП, субсидии части процентной ставки по кредиту. Вот программу, которую мы сейчас запустили в партнерстве с корпорацией развития МСП, где 4,5% годовых ставка для заемщика. Сейчас будем реализовывать программу совместно с Минпромторгом Российской Федерации. Будем субсидировать также среднему сегменту, средним промышленным предприятиям, которые реализуют проекты импортозамещения, до 90% процентной ставки. Следующий блок – это имущество, имущественные меры поддержки. Важный блок – субсидии. Мы запустили субсидии по части оборудования. Если вы приобретаете оборудование, 50% стоимости мы субсидируем, или первого лизингового платежа – это 70%. Вот сейчас уже прошел первый пул приема заявок на 550 миллионов рублей. Около 200 предприятий, получателей уже отобраны, они сейчас получат свои субсидии. Давайте поговорим про цифровые промышленные каворкинги для бизнеса. Насколько это сейчас востребованный формат среди предпринимателей? У нас в Подмосковье реализован новый формат, так называемый «лайт индастриал». Это готовые производственные боксы, модульные, там площадь идет 500 квадратных метров. Когда компания среднего бизнеса, малого бизнеса, может его либо выкупить в собственность, либо взять в аренду, и просто туда приходишь, втыкаешь вилку в розетку и начинаешь работать. Там есть вся инфраструктура, там есть даже ЦОДы, Центры обработки данных. Соответственно, вот такой формат мы реализовали у себя сейчас в двух территориях – Солнечногорский район и Подольский городской округ. Наша инициатива, так называемой промышленной ипотеки, была очень позитивно воспринята на федеральном уровне. И сейчас совместно с Минпромторгом Российской Федерации мы разрабатываем вот эту программу. Что это будет? Это будет льготная возможность получить кредит на то, чтобы, во-первых, приобрести готовый промышленный бокс, то есть для того предприятия-резидента, который туда заходит, под 5% годовых. А второй блок этой программы – это для девелопера, застройщика или для управляющей компании индустриального парка. Точно так же льготный кредит под 5% годовых. То есть мы будем и спрос, и предложения стимулировать. Очень рассчитываю, что скоро данная программа промышленная ипотека будет запущена. Знаю, что несколько других регионов нас поддержало. Прежде всего, это Тульская область. И еще очень многие регионы тоже готовы у себя реализовывать. То есть это получается синдез как раз сразу двух новых решений? Абсолютно верно. То есть комборгинги и промышленная ипотека. Ну, то есть да, и сама инфраструктура, и, скажем так, финансовые ресурсы для того, чтобы ее быстрее приобрести. А есть ли уже спрос на эти предложения? Да, спрос большой. Мы планируем до конца, наверное, 2024 года около 500 тысяч квадратных метров в таком формате ввести. У нас было несколько игроков. Ну, вот вы знаете, буквально каждую неделю проходят новые встречи. Приходят теперь уже новые предприниматели, управляющие компании, которые говорят, да, мы готовы, мы тоже хотим сделать Light Industrial, и мы тоже хотим участвовать в этом проекте. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо.